Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, что делать, когда кейколлектор не собирает какие-то данные по поиску, по частотам запросов и так далее. Ну, в общем, два подписчиков канала задают схожие, в общем, вопросы. Первый – кейколлектор перестал стабильно давать выдачу позиций по ключевым словам. Подскажите, как вы решаете эту проблему, какие есть доступные и простые способы получать данные позиций с сайта по ключевым фразам. И второй вопрос. Программа кейколлектор долго собирает анализ позиций выдачи по ключевым словам. Может, у вас есть какое-то решение? Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то другие способы получить данные позиций? Спасибо большое. Ну, во-первых, на этом канале не так давно я выпускал видео, как собирать позиции, ну, собирать данные вообще из программы XML River. То есть у них есть и API, по которым можно забирать данные в сам кейколлектор, и есть просто отдельная программа, где можно собирать и поисковую выдачу, и частоты, и так далее. Вот посмотрите то видео, ссылка на него, если мои коллеги не забудут добавить в комментарии к этому видео, если забудут, напишите в комментариях, добавят после этого. То есть логика какая? Вы просто подключаете XML River, он стоит порядка 20 рублей за тысячу съемов, за большую часть того, что он там делает. И, то есть он умеет собирать выдачу Яндекса, выдачу Гугла и частоты. Единственное, что посмотрите там с настройками, то есть там важно не накосячить с регионом и с типом сбора, это делать на стороне сайта xmlriver.com. Он не такой дешевый, ну и, наверное, один из самых недешевых среди аналогов, но зато универсальный. Он встроен в кейколлектор, частоты, ну он собирает, умеет собирать Wordstat, частоты на момент записи этого видео он не умеет снимать, но я думаю, что кейколлектор дообновит эту штуку, и частоты запросов он тоже научится снимать. Внутри кейколлектора. Отдельно в программе XML River снимаются нормальные частоты. Ссылку на него, если вдруг вы не видели то видео, ссылку на него под этим, ну, в описании к этому видео тоже дадим, если не забудем. Это что касается и сбора позиций, и сбора частот запросов. Ну, вот собрали вы там список ключей, 5000 штук, вы хотите посмотреть, какая у них частота. И у вас там банятся у вас аккаунты, вот это все не собирается, тоже подключаете ривер, ну, вот в том видео я как раз описывал, как это сделать и импортировать потом в кейколлектор. Вот, а с точки зрения позиции мы уже давным-давно, ну, Google мы давно перевели на XML River, потому что снимать Google напрямую – это большущая главная боль уже много лет, поэтому гораздо проще использовать подобные сервисы. Ну, вот ривер, наверное, наиболее стабильный. Подобное API есть еще у Мегаиндекса, но вот мы когда тестировали несколько лет назад, когда проблема такая встала, что напрямую Google стал очень плохо собираться, то Мегаиндекс тогда подглючивал и выдавал, ну, сейчас вроде они стабилизировали, но тогда он подглючивал, поэтому можете посмотреть Мегаиндекс API тоже как некоторую альтернативу, но нам ривер нравится больше. Что еще? Яндекс можно собирать через XML прокси, он дешевле, он на момент записи видео стоит 5 рублей за тысячу, то есть в 4 раз дешевле, чем ривер, поэтому я рекомендую в настройках кей-коллектора указать для сбора Яндекса, указать XML прокси, а в настройках гугла, сбора гугла, указать XML ривер, будет дешевле. Ну, единственное, что оба сервиса нужно, конечно, пополнить и API ключ оттуда внести в настройки кей-коллектора. Да, если нужно про это записать отдельное видео, прям показать, где и как что делать, то напишите в комментариях, запишем. Это что касается выдачи поисковой. Что касается частот, есть у ривера альтернатива, более дешевая на объеме, это сервис worldkeeper.ru. Он позволяет быстро, быстрее обычно, чем ривер, собрать частоты по запросам, ну и много чего еще там, всякие разные функционалы есть, но в основном он собирает частоты запросов хорошо, мы его для этого периодически используем, особенно на объеме, то есть если вам нужно там для десятков тысяч запросов, собрать частоты, то, ну, подключаете просто тариф соответствующий, посмотрите по объему, какой вам больше подходит, будет дешевле, чем в ривере, и быстрее, в разы. Вот, и потом это точно так же, как я показывал в том видео, можно импортировать в кей-коллектор, если вам это нужно. Поэтому не, ну, не ломайте голову, это стоит не таких больших денег, то есть что 5 рублей, что 20 рублей за тысячу запросов, это, ну, вполне себе посильные деньги, ну, и точно окупает время, которое вы бы потратили на то, чтобы как-то напрямую попробовать это распарсить, вытащить эти данные оттуда. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok